Спасибо за приглашение. Во-первых, я ничего точно не буду говорить, ни про какую гипотезу Шапира Шапира. Во-вторых, заказ был мне рассказать какое-то такое введение в кластерные алгебры, связанные с интегрируемой системой. И поэтому я для начала хочу такую очень вводную лекцию про, что такое полосонная геометрия, скобки полосона, откуда они взялись. И, может быть, какие-то начальные примеры, откуда взялись кластерная алгебра. Как это? Три источника, три составных части кластерной науки. Ссылки. Да, вы мне скажите, если, во-первых, задавайте вопросы, если есть, а во-вторых, если вы знаете это, я просто не знаю, насколько это известно. Может быть, вы все это знаете, тогда пойдем кофе пить сразу. Значит, источники – это книжка Арнольда «Математические методы классической механики». И переломов. Интегрируемая система классической механики. И алгебра Ли. Это все про полосоновые структуры, интегрируемые системы. А про кластерную алгебру, то, что я сегодня хотел рассказывать, это содержится в нашей книжке с Гехман. Она по-английски, да? Я тебе по-английски напишу. Гехман, Шапира, Вайнштейн. Кластер алгебра, Сент-Пуассон, Джеометрия. Ну, и еще там в статьях классиков. Ну, а здесь как бы мы более-менее собрали в первой главе, что я хотел сегодня рассказывать. Ну, давайте вообще, я попытаюсь объяснить. Я не знаю, все знают, что такое Пуассонова структура или нет? Это было в первой эркции. А, это означает, что это было давно. А, понятно. Хорошо. Ну, ладно, тогда начнем сначала. Я вот, давайте напишем уравнение Ньютона. Пусть у вас есть частица с единичной массой в потенциальном поле. Значит, у вас потенциалу у от x1, xn, значит, x это точка x1, xn, vrn. О, это какая-то функция. Ну, и как написать уравнение движения для этой частицы? Ну, все знают, как, да? Значит, надо написать, что вторая производная, это что такое? Это сила. Так как масса единичная, да? А как посчитать силу в потенциальном поле? Минус градиент. Минус градиент. Вот, такое уравнение. Ну, вот. А теперь, значит, вопрос про то, ну, и у вас есть такая система, значит, получается, что у вас функция U задает какое-то движение, динамическую систему вот этой, движение вот этой частицы. Удобнее переписать это как систему уравнения первого порядка. Давайте введем момент P, который будет x с точкой. Да, и тогда у вас с этой системы вот это уравнение равносильно такой, что x с точкой равняется P, а P с точкой равняется минус градиент 3. Ну, вот, значит, и получается у вас такая вещь, что вы задаете функцию U, а она вам задает векторное поле, да? Потому что система уравнения первого порядка, это все равно, что векторное поле. Вот, пасонова структура, это такой похожий механизм, который делает примерно то же самое, только в более общей ситуации, на многообразиях. Вы задаете функцию, а она из функции вам делает векторное поле. Давайте попытаемся это судить. Значит, определение. Пусть у вас M какое-то н-мерное гладкое многообразие. Тогда Пусть у вас наема Пусть у вас наема Она же скобка пусть у вас. Пусть у вас наема Это такая вещь. Это Белинейная скобка Которая из двух гладких функций Наем Делает новую функцию То есть это вот такая фигурная скобка с двумя местами Вы На первое место подставляете одну функцию, на второе место подставляете другую функцию, и у вас в качестве результата получается третья функция Она которая удовлетворяет следующим соотношениям Первое, что она должна быть косо симметрично Что если вы берете скобку пуассона FG, то это то же самое, что минус GF Потом вы хотите, чтобы это удовлетворяло правилу Лебница А именно, что Если вы берете скобку пуассона от произведения F на G, то это действует как дифференцирование То есть это F на скобку GH Плюс G на скобку FH И последнее, это тождество Якуби То есть если вы берете FGH Плюс, надо взять такую циклическую подстановку того, что получается GHF Плюс HFG И это равняется нулю Значит, первое и второе Первое и третье На самом деле означают, что у вас Вы делаете из функции на вашем многообразии алгебру Ли Что уже близко к тому, что мы хотим Потому что, ну если вы знаете, то векторные поля на многообразии образуют алгебру Ли Вы можете брать коммутатор Ну вот А мы здесь из функции делаем алгебру Ли Ну давайте пример А я скажу Тождество Якуби Никак Ну я Про пример я скажу Там будет дезинфицирование Ну Сейчас, да Давайте Пример Я бы так сказал Что вот этот пример, который мы изучали Мы получим как некоторый частный случай вот этой ситуации Это ситуация более общая Чем Чем уравнение Ньютона Стандартная Скобка Пуассона На R2N Ну пусть у вас есть R2N На котором написаны координаты P1PN и Q1PN И тогда Как записать Вот такую скобку Можно записать ее так Что скобка F и G Это будет DFDQ На DGDP Минус DFDP Умножить на DGDP Да Ну очень Давайте Меня учили, что в любой лекции надо что-то доказать Дайте я докажу кососимметричность Ну кососимметричность вы смотрите и видите Да А давайте Значит Надо еще проверить Тождество Лебницы И Тождество Якоби Это будет задание на дом Вот Теперь еще определение Давайте мы скажем, что у вас скобка Пуассона локальная Если Вот этот результат Скобка Пуассона между F и G В точке X Зависит только от Ростков функции F и G В этой точке X То есть это значит, что у вас это значение определяется Поведением функции F и G В любой, сколь угодно, малой окрестности точки X Если скобка Пуассона локальная То тогда Пуассонова структура Локальная Пуассонова структура задает То, что называется бивекторным полем Ну, в координатах Если у вас X и то и локальные координаты То это бивекторное поле Это выражение такого типа Сумма Неуежитая D по D и X и T А, как это называется по-русски Внешнее произведение D по D и X и T Вот Ну, как это задать? Значит, надо определить это так Смотрите, если вы берете скобку Пуассона Между двумя функциями F и G И вычисляете ее значение в точке X А, то вы То это должно быть равно следующему Значит, возьмите дифференциал D в точке X И косо умножьте его на дифференциал D в точке X Вот Это получится у вас элемент Из чего? Из внешнего произведения Внешнего квадрата Ко-касательного расслоения Многообразия M в точке X То есть это такое внешнее произведение Двух ко-векторов А эта штука Это у вас такая линейная комбинация Косового произведения двух векторов Между ними есть естественное спаривание Как бы Ко-вектор на векторе дает число И также внешнее произведение ко-векторов На внешнем произведении векторов Тоже дает число Поэтому Мы хотим вот это вот Вот это вот бивекторное поле Чтобы спаренное с этим элементом Равнялось точности F и G от X И это надо понимать Вот как определение Вот этого бивекторного поля Ну вот А теперь я хочу сказать Что если у вас есть Бивекторное поле То такое любое бивекторное поле Перерабатывает Ко-вектора 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 Замечание Замечание Векторное поле Это такая машина Ко-векторов К вашему многообразию Делает вектор Ну как Давайте это обозначим Пси Ну как это определить Значит Сейчас сображу Ну очень просто На самом деле Пусть у вас бивекторное поле Давайте его обозначим Какой-нибудь буквой Ню Значит У вас есть Такое выражение Сумма Ню и житых На ДПД и Кс ИТ Косое ДПД и Кс Значит А что такой элемент Отсюда Это какая-то сумма Кси ИТ ДХ ИТ Да Ну вот давайте Вот эту вот вещь Подставим Вот сюда И вы получите Такое Сумма Ню и ЖИТ ДПД и Кс ИТ Спаренная Сумой Кси ИТ ДХ ИТ Значит Это число Это будет у вас сумма И останется ДПД и Кси ИТ И вот эта вот вещь Это вектор Да Вот Ну тем самым Вы получаете Что если вы Если у вас задано Такое бивекторное поле Вы как бы берете Ко-вектор Подставляете его В первые Спариваете его С первым аргументом У вас остается вектор Вот Ну значит у вас Что получилось Что Теперь давайте Вспомним Если у вас была Пуассонова структура Локальная То вы определили Бивекторное поле Если у вас есть Бивекторное поле То В любой точке Ко-вектор Превращается в вектор Значит Если мы все это Скомбинируем То мы получаем Такую машину Которая по функции Будет строить Функция Будет строить Векторное поле Которое называется Косой градиент Ну как мы делаем Значит у вас Вы начинаете с функции Да По функции Вы можете взять Ее Градиент Дх Значит Что такое градиент Это у вас В каждой точке Задан ковектор Получается Ковекторное поле Теперь вы В каждой точке Перерабатываете Ковектор Вектор Получаете Векторное поле И вот это И есть Вот этот Косой градиент Векторное поле Это поток Да И этот поток Можно писать В координатах Как уравнение Первого порядка Но эти уравнения Пишутся очень просто Если у вас Иксит Локальные координаты То уравнение У вас получается Такое Что иксит Производная Дайте я напишу Дэксит Эпдт Это просто Скобка Пуассона Между икситами И Вашей функцией Аш Которую вы выбрали Вот эта функция Аш называется Гамильтониан Которое здесь уже Слово Которое Многократно Здесь использовалось Вот А это векторное поле Называется Гамильтоновое векторное поле И все это вместе Называется Гамильтоновым формализмом А Вопросы какие? Да Почему Аш на втором месте? И почему все индексы нежные? Потому что я Неграмотный В общем Все это верно С точностью До знака плюс-минус И с точностью Того Что индексы Можно писать Правильно их писать Вверху А я их пису Внизу Ну примерно верно Ну хорошо Давайте теперь попытаемся Вот у нас есть Такие уравнения Давайте посмотрим Как будет меняться У нас какая-то другая Произвольная функция Пусть f Какая-то любая функция От x Давайте напишем Уравнение Для Это дф Дф Ну например Пусть f Будет какой-нибудь Однородный поленом Какой-нибудь степени Тогда мы можем написать Что дф По дт А как в школе учили Значит А это У нас Когда мы определяли скобку Пуассона То мы в частности Определяли Второе условие Было Правило Лебница Значит Вот по правилу Лебница Это у нас Равняется Скобку Пуассона F H Поэтому у вас Аналогичное Аналогичное Диференциальное Уравнение Верно Вообще Для изменения Любой функции Потому что Любую функцию Вы можете Написать Как сумму В общем Это верно Для любой функции Что у вас Дф По дт Равняется Скобку Пуассона Ф А из этого Немедленно Получается Замечательное Следствие Значит Представьте Теперь Что вам Нужно Решить Какое-то Написать Решение В явном виде Какой-то Такой Гамильтоновой Системы Которая Задана Скобкой Пуассона И гамильтонианом Если вы Хотите Решить Диференциальное Уравнение То Вообще Всегда Полезно Найти Какие-нибудь Количества Которые Сохраняются При Динамике Одно Количество Такое Мы немедленно Видим Из этого Уравнения Угадаете H Конечно Потому что Если мы Напишем DH По ДТ Это Тогда Коммутатор H С H И это Равно Нулю Так как Следует Наш Сохраняется Еще пример Давайте Обсудим Какое-то Имеет Отношение К уравнениям Ньютона Пусть у нас Х Это Точка С координатами ПИТа И КУИТа Которая Лежит В Р2Н И Снабженность Стандартной Фуассоновой Структуры Давайте Возьмем H Которая Равняется Значит H у вас Функция От ПКУ Которая Равняется Сумма ПИТа Квадрат Пополам И плюс У От КУИТа Да А вот тут Это Ни при чем Это здесь Не важно Это я Увлекся Никакого Отношения Не имеет К делу Вот такую Тогда Уравнение Получится В точности Уравнение Ньютона Ньютон Уравнение У вас Как раз Будут Что КУ С точкой Равняется П И П С точкой Равняется Минус Градиент И вы Получили Как раз Систему Уравнение Ньютон Вот Ну и Значит Вот поэтому Люди Стали этим Интересоваться Давайте Теперь Обсудим Что такое Интеграла Движения Пусть И от Х Это функция Такая Что Коммутатор Скобка Пуассон И от Аж Равна Нулю И вы Рассматриваете Гамильтоновую Систему Гамильтониан Маш Ну Тогда Как мы Видели И Сохраняется Является Инвариантом Этого Потока И Такое И Называется Первым Интегралом Если у вас Есть теперь Набор И Один И К Такое Что И Альфа И Бета Скобка Пуассона Между ними Равна Нулю То Такой Набор Называется Набор Первых Интегралах В инволюции И Еще Одно Определение Набор Интегралов Называется Независимым Если В общей Точке Вектора Которые Вы получите Если Возьмете Градиенты Этих Интегралов Дают Линейно Независимую Систему Линейно Независимый Набор Векторов Значит Смысл этого Ну Как мы Уже Обсуждали Набор Линейно Независимых Интегралов Очень полезен Если мы Хотим Изучать Динамические Свойства Какой-нибудь Гамильтонова Системы Потому что Они Задают Вам Какие-то Сохраняющиеся Функции Да Но На самом деле Можно сказать Больше Есть Теорема Лиувиля Которая Описывает Что Если Вы Имеете Максимальный Набор Таких Первых Интегралов То В некотором Смысле Вы Эту Систему Можете Явно Решить Значит Опять Пусть М у вас Двоймерное Гладкое Многообразие И Вы Говорите Что Это Двоймерная Гладкая Многообразие Снабженность Какой-нибудь Пуассоновой Структуры Локальной Пуассоновой Структуры Определение Давайте Скажем Что Это Многообразие Симплектическое Если В любой Точке Матрица Не уезжи От Х Значит Помните Если у вас Есть Пуассоновая Структура Локальная То Мы можем Написать Бивекторное Поле У этого Бивекторного Поля Есть Коэффициенты Коэффициенты Это Какие-то Функции От точки Значит И они Такой Систем Коэффициентов Образует Матрицу Кососимметрическую Если Вы Подставите Напишите Эту Матрицу И вдруг Так Получилось Что В любой Точке Эта Матрица Не Вырожденная То Тогда Многообразие Называется Симплектическим Это Надо сказать Очень косое Определение Совершенно Неправильное Но Так как Я не хочу Определять Правильным Способ Что Такое Симплектическое Многообразие То Это Тоже Сгодится А можно Вопрос Замечания Ведь На Конечном Мерных Многообразиях Нет Нелокальных Способов Правильно Да То есть Как бы А у нас Предполагаю У нас будет Бесконечный Мерный Итож Не будет А То есть Слово Локальное Можно Да Слово Локальное Можно Забыть Теорема Пусть Симплектическое Многообразие М2Н Имеет Н Интегралов В инволюции F1 Fn И пусть они Обозначим Через F Какой-то Набор Н Чисел Нет Сейчас Нехорошо F Маленькое Набор Это просто Набор Чисел И М С индексом F Это просто У вас будет Поверхность Уровня Такая Что Итая Функция Равняется Вот этому Значению F Маленькое Итой И предположим Еще Что Все функции F Независимы В любой точке Этой поверхности Уровня MF То есть Если мы Напишем Градиенты F Итах В любой точке Они будут Линейно Независимы Тогда Первое MF Это гладкое Многообразие Инвариантное Относительно Потока Косой градиент F1 Ну ясно Что Косой градиент Любого F Она тоже Будет Инвариантная Но Давайте Для простоты Выберем F1 Если MF Компактна И Связна То MF Дифиаморфна Энмерному Тору То есть У вас есть N углов N чисел Каждое число Берется Модуль 2P И Поток Косой Градиент F1 Устроен Таким Способом Ну как Он устроен Во-первых Значит F Житые У вас Доль этого потока Равняется Константе Правильно Они не меняются Это мы знаем Так как они В инволюции Все F И в инволюции То В частности F Житые У вас в инволюции С F F1 Поэтому Они не меняются Как мы уже обсуждали А вот в этих функциях ФИИТах У вас Производная Выглядит Просто Равняется Каким-то Константам Какая-то Константа Зависящая От Набора F1 F И поэтому У вас ситуация такая Значит Ваше многообразие Расслаивается На такие Торы В каждом Торе У вас Движение Очень простое Движение Такое Квазипериодическое Такое Ну Потому что Как выглядит решение Такого Уравнения То есть ФИИТАТ Это у вас Какое-то ФИИТА От нуля Плюс ОмегаИТА Множить на Т Ну и все Это модуль По модулю 2П У вас получается Такая Квазипериодическая Обмотка Тор Ну и поэтому Гамильтоновое Уравнение Решается В квадратурах Это значит Что Вы можете Написать Решение Как такое Как аналитическую Функцию Вот Вот эти Вот переменные ФИТА Называются Переменные Действия А ФИИН ФИИН Называются Переменные Угла Типа угол Это было еще Когда тип Узначил еще Совсем другое Чем сейчас Вот Поэтому Ну вот Значит Поэтому Какой вывод Вывод такой Что если у вас Есть Какая-то Гамильтоновая Система То очень полезно Искать Набор интегралов Инволюции Да Еще замечание Значит Каждый Вот Предположим Что у вас Есть какая-то Гамильтоновая Система С гамильтонианом Аш Значит Как я сказал Полезно Искать Интегралы Которые Находятся В инволюции Саш Каждый 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 Новый Интеграл Что вы Можете Делать Значит Вот Предположим Что у вас Есть Что вы Знаете Про ваш Поток Предположим Что вы Хотите Решать Задачу Каши Да Значит Ну Вы Знаете Что ваш Поток Который Вы Будете Изучать Находится На линии Уровня H Значит Линия Уровня Линия Поверхность Уровня H То есть H Равняется Константе И здесь У вас Какой-то Поток Предположим Что вы Нашли Еще Один Интеграл F Который Коммутирует Саш Тогда Ваш Поток Будет Находиться На пересечении H Равняется Константе Какой-то Первый И F Равняется Какой-то Другой Константе Да Это значит У вас Поток Будет Находиться В пересечении Двух Таких Вещей Но Предположим Что Скажем У вас Ваше Начальное Многообразие Вот Эта Линия Поверхность Уровня H Равняется Константе Предположим Четно Мерная Значит Что Будет Происходить Когда Вы Рассмотрите Внутри Четно Мерного Подмногообразия Рассмотрите Поверхность Уровня H Равняется Константе У вас Размерность Выпадет На Единицу Да Вы Еще Со Мной Значит Что Станет У вас Размерность Многообразия Станет Нечетно Мерным Да Значит Если у вас Нечетно Мерное Скажите Бывает ли Кососимметрическая Матрица Невырожденная Нечетного Размера О Я Я Тоже Так Думаю Значит И поэтому У вас Возникнет Как бы Еще Одно Ограничение Вы Можете Есть Такой Метод Симплектической Редукции У вас Поверхность Вы Можете Размерность Еще Уменьшить Еще На Единицу На Самом Деле Значит В общем То что я Хочу Сказать Это Такая Вещь Что Каждый Каждый Новый Интеграл Уменьшает Вашу Размерность На Двойку На Самом Деле Поэтому Если Всего У вас Многообразие Двоймерное То вы Не Можете Найти Больше Н Независимых Интегралов Инволюции Максимальное Число Интегралов Инволюции Которые Вы Можете Найти Это Н Ну Наконец Определение Значит Система Называется Вполне Интегрируемой Полиувилю Если Вы Для Ни Можете Найти Ровно Н Интегралов Н Независимых Интегралов Инволюции И тогда Вот Эту Теорему Можно Применить Значит Гамильтоновая Система На Симплетическом Двойнерном Многообразии Вполне Интегрируемо В Лиувилю Если Существует В Точности Н Независимых Интегралов Инволюции Вот Это Одно из Определений На Которые Намекают Что Как Люди В Такой Стандартных Динамических Системах Люди Хорошо Знают Что Такое Вполне Интегрируемость Ну Давайте Рассмотрим Такой Пример Вообще Сколько Сколько Народ Это Знал Все Все Знали Ну Ну Хорошо Тогда Надеюсь Что Следующий По крайней Мере Половина Из тех Кто Закончил Четвертый Курс Не знает Простой Пример Интегрируемой Системы Называется Открытая Цепочка ТОДР Значит Это такая Физическая Система У вас Есть Н Частиц Напрямой А Она ТОДЫ Да Я не знаю Он ТОДА А он Вообще Склоняется Хорошо Тогда ТОДЫ Н Частиц Напрямой Открытая Цепочка Открытая Это была проверка Просто Вы смотрите Что написано Или нет Значит Ну пусть Координаты Да Пусть Все частицы Имеют массу Единицы Координаты Первый КО1 Координаты Второй КО2 И так далее КОН И Взаимодействуют У вас только ИТ И плюс Первая Частица В смысле Взаимодействуют Только ближайшие Соседи Координат 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 Это гамильтоновая система Сейчас Взаимодействие Имеет специальный вид Я его сейчас Выпишу Это гамильтоновая система Значит Пуассоновая структура В координатах По ЭКУ Стандартная Гамильтониан H Пу Выглядит как Одна вторая Сумма По ИТ Квадрате Плюс Потенциальная Энергия Которая Дается Сумма По Ж От Единицы До Н Минус Один Е В степени Два Ку Ку Ж Т Минус Ку Ж Плюс Первая То есть Такое Экспоненциальное Взаимодействие Между Соседями Квадрат Если вы Выпишите Соответствующее Дифференциальное Уравнение Ясно У вас Стандартная Пуассоновая Структура Есть Гамильтониан Вы можете Написать Просто Уравнение Движения Уравнение Движения У вас Имеет Такой Вид Ку Ку Ит С точкой Равняется Пи А Пи С точки Равняется Значит Лучше написать Отдельно П1 с точкой Равняется Минус 2 Е2 Ку Ку 1 Минус Ку 2 Дальше П2 С точкой Равняется Минус 2 Е2 Ку 2 Минус Ку 3 Плюс 2 Е в степени 2 Ку 1 Минус Ку 2 И так далее До последнего Пн С точкой Равняется 2 Е в степени 2 Ку Минус 1 Минус Ку Ну вопрос Который Нам нужно сделать Это решить Как решить Эту систему Дайте думать Как решить Эту систему Ну Чтобы решить Это Решали много народу И решили 100 лет назад Многими способами Но Значит Наиболее полезный Такой трюк Лакса Значит Надо эту систему Переписать В матричном виде То есть Мы хотим Написать Какую-то Матрицу Х Такую Что Ну Х Будет Это матрица У которой Элементы Будут Зависеть От Вот Этих П И Ку Вот А уравнение Мы хотим Чтобы Переписывались Таким Способом Чтобы Х Точкой Равнялся Коммутатор Х И какой-то Другой Матрице Х Плюс Ну В этом случае Например Возьмем Х Такую П1 ПН Такую Х Будем брать Как трехдиагональную Симметрическую матрицу По диагонали У вас будет стоять ПИТ Здесь будет стоять Е в степени Ку1 Минус Ку2 ТТ Е в степени Ку Н Минус Один Минус Ку Н А Здесь тоже будет Симметрично Только три диагонали Не нули А дальше все нули Значит Это Х Такой А Х Плюс Нужно сделать вот что Нужно взять эту матрицу Она симметричная Давайте мы из нее сделаем Кососимметричную матрицу Но как делать кососимметричную? Надо взять Во-первых Главную диагональ Сделать равную нулю В общем Стереть все что ниже Главную диагональ Все что ниже И отразить Со знаком минус То что осталось Значит у вас получится Ноль Е в степени Ку1 Минус Ку2 ТТ А здесь мы напишем Минус Е в степени Ку1 Минус Ку2 Ну опять же Задание на дом Проверить Что вот это уравнение Равносильно Вот этой системе Которую мы написали А теперь Давайте подумаем Вот значит у нас есть Такое вот уравнение В чем преимущество Такого уравнения Почему Все так были счастливы Когда Это придумали Если у вас есть Такое уравнение Вы можете Немедленно сказать Какие нить Инварианты потоков Какие нить интегралы Ну Дайте соображать Значит Это коммутатор у нас Да Значит Коммутатор Это Такой Инфинзизимальный Вариант чего Спряжение Правильно Значит Мы можем решение Искать В некотором Специальном виде Проблема Каши Если мы У вас есть Х точка Равняется Х коммутатор С чем-то И вы знаете Что Х от нуля Равняется Какому-то Х нулевому Да То тогда Решение Можно искать В виде Х от Это какое-то Сопряжение Вот этого Начального Значения С помощью Какой-то Другой Матрицы У от Т Ну Как я Сказал Это просто Следует Из того Что Коммутатор Это Инфинзимальный Вариант Сопряжения Ну Хорошо Если у вас Значит Была Начальная Матрица Х0 А все В любой Момент Времени У вас Х от Т Это Сопряжение Этой Матрицы Х0 Что у вас Не меняется При Сопряжении След это Хорошо Но больше Вообще Весь Характеристический Поленом Не меняется Поэтому У вас Получается Сразу Очень Много Любой Коэффициент Характеристического Поленома Является Интегралом Следствие Значит Характеристический Поленом Хи от Хи от Хи от Инвариант Потока Ну В частности Все собственные Числа У вас Интегралы Движения Ну Или там Коэффициенты Характеристического Поленома Или что То же самое Это тоже Эквивалентно Тому Что у вас Инварианты Следы Степеней Вашей матрицы Х Потому что Все это Эквивалентные Условия И Более того На самом На самом деле Ну Это надо Доказывать Но Умные люди Доказали Что Если вы Возьмете Скажем Собственные Числа То это будут Интегралы Которые в инволюции Относительно Скобки Пуассона Лямбда Ит И лямбда Жит Коммутируют Как функции На матрицах Вот Или Таким же Способом Коммутируют Все что Любые функции Которые вы От них Получаете Поэтому Например Коммутируют Следы Степеней Или Коммутируют Следы Коэффициента Характеристического Полинома Вот И оказывается Их ровно Столько Сколько Нужно Ну Здесь Есть Некоторая Такая Тонкость Мы Говорили Про Симплектическое Многообразие Да А Сейчас Я Забыл Сказать Одну Такую Вещь Наш Гамильтониан Который Был Сумма Пи В квадрате Плюс Там Что-то Такое На Сам Деле Можно Написать Как Одна Вторая След Матрицы Х Квадрате То есть Гамильтониан Это След Квадрата Матрицы Он Тоже Входит В Эту Систему Которую Мы Здесь Описали У нас Здесь Следы Степеней Коммутируют Поэтому Гамильтониан Тоже Является Одной Из Функций Такого Вида Это Почти Ситуация Леу Вилли С В теореме Леу Вилли Мы говорили Про симплектическое Многообразие А здесь У нас Три Диагональная Симметрическая Матрица Давайте Мы посчитаем В принципе Какая Размерность Значит На диагонали У вас Стоит Н Чисел Да А Еще На побочной Диагонали У вас Стоит Н Минус Одно Число Всего Получается 2 Н Минус Одно Число То есть Размерность Этой Системы 2 Н 1 2 Потому что Симплектическое Многообразие Не может быть Нечетно Мерным Вот Ну что делать Ну а оказывается Можно вспомнить Что Ну всякие Законы Сохранения Ну например Есть такой Закон Сохранения Момента Да Что сумма Поитах Что равняется Просто след Матрицы Х Это Тоже Инвариант И более того Если вы посчитаете То оказывается Что Эта функция След матрицы Х Это Так называемый Казимир Функция Казимир Что Означается Что Если вы Возьмете След матрицы Х И возьмете Любую другую Функцию И Скобку Пуассона Между ними То Получится 0 Поэтому Эта функция Как бы Такая Фиктивная Если вы Ограничитесь На линии Уровня Этой функции То вы Ничего Не потеряете У вас Все движение Вы знаете Точно Наверняка Что движение Идет по Линии Уровня Этой функции Значит Ограничение На линии Уровня Функции След Х Уменьшает Размерность На единицу У вас Получается 2 Н Минус Двухмерное Многообразие Да Но Вот Это Многообразие Уже Там Скобка Пуассона Будет Не вырожденная И вы Попадаете В симплектическую Ситуацию То есть У вас Фазовое Пространство На самом Деле 2 2N Минус Двухмерное И Симплектичное Ну хорошо Значит Мы Обсудили Эффективные Координаты Можно Брать Кои Минус Кои Минус Один На Особенно Вместе Если взять Совместную Да 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 Это Прямо Те самые Координаты Доргу И будут Кои Минус Кои Минус Один Ну хорошо Как же теперь Решать Эту Систему Значит Мы Мы как бы Решили Только ползадачи Да Мы нашли Мы Поняли Что наша Система Вполне Интегрируема То есть У нее Правильное Количество Интегралов Инволюции Значит По теореме Леувиля В принципе Можно найти Хорошие Формулы Для решения Ну Теперь Вопрос Как же Все-таки Это Сделать Вот Ну есть Много Разных Методов Как это Делать Но С Кластерными Алгебрами До Некоторой Степени Связан Один Метод Который Как мы Знаем Сейчас По крайней Мере Называется Решение С помощью Метода Моментов А именно Мы рассмотрим Отображение Мозера Который Делает Такую Вещь Если Вы Берете Матрицу Вашу Икс И Постройте Из нее Функцию Одной Переменной Дурацкое Обозначение Да Хотя Это Функция Одной Переменной Таким Способом Значит М Икс От Лямбды Это Просто Вы Должны Взять Резольвенты Этой Матрицы То есть Лямбда Ну я В таком виде Напишу Лямбда Умножить На единицу Матрицу Минус Х Минус Первой Степени Значит Это У вас Матрица Получается Которая Зависит От Лямбды То есть Элементы Этой Матрицы Такие Рациональные Функции От Лямбды И Надо Взять Элемент 1 1 Этой Матрицы Просто Как Это Верхний Левый Элемент Получаете Рациональную Функцию Ну это Рациональная Функция Да Значит Она Пишется Как Ку От Лямбда Поделить На П От Лямбды Где На самом деле Можно Это Расписать Как Значит Расписать Эту Функцию Как Такую Сумму В бесконечности Сумма По Ж От Нуля До Бесконечности Какое-то Ожитое От Х Делить На Лямбда В степени Ж Плюс 1 Где Это Какие-то Числа Которые Зависят От Матрицы Х И Давайте Теперь Введем Квадратный Корень Из Ажитого То есть Ажитая Это Будет Ржитая В Квадрате И Оказывается Что На Ржитая У вас Есть Простое Уравнение Ржитая Удовлетворяет Такому Простому Уравнению Значит Ркатая С точкой Равняется Лямбда Катая Минус Сумма Лямбда Житая Ржитая В квадрате На Ркатая Где Лямбда Житая Лямбда Катая Это Собственные Числа Вашей Матрицы Но Собственные Числа У вас Не Меняются При Потоке Как Мы Только Что Обсудили Потому Что У вас Характеристический Полином Не Меняется Значит У вас Лямбда Катая Константы И Вы Получили Такую Систему Уравнений Первого Порядка На Ркатая Ее Можно Решить Опять же Надо Проверить Что это Решение Давайте я так Напишу ХКТ От Это ХКТ От Нуля На Е В степени 2 Лямбда КТ Поделить На Сумму ХЖТ От Нуля На Е В степени 2 Лямбда ЖТ Такая Как бы Нормированные Экспоненты Вот И Значит Что мы Получили Мы Как бы Почти Решили Задачу То есть Как ее Теперь Нужно Решать Значит Вы Хотите Решить Задачу Каши То есть У вас Есть Какое-то Х Нулевое Какое-то Начальное Значение Вашей Матрицы Вы По Этому Х Нулевому Строите Набор Ошкатах Дальше От Нуля Дальше Если вы Знаете Начальное Значение Ошкатах То вы Выписываете Такое Решение Вот И теперь Что только Осталось Что Обратно Восстановить Вашу Матрицу То есть Надо Сосчитать Что такое Это Обратное Преобразование Мозора Ошкатах Для этого Лучше всего Сделать Вот что Если у вас есть Трехдиагональная Матрица Можно Да У вас Ашкат Бесконечно Много Да Но они На самом деле Зависимые То есть вам Нужно Только Некоторое Конечное Число От них Все остальные Будут выражаться Значит Если у вас Есть Вот Эта Трехдиагональная Матрица Ваша То вы Можете Представить Как Решить Такую Факторизационную Задачу Вы можете Представить Ее Как Нижнетреугольная Матрица Умножить На Какую Диагональную И На Верхний Треугольную И Более того Так как Матрица У вас Симметричная То вот Эти Цииты И эти Цииты Одинаковые Вот И То что Я хочу Сказать Что Вот По этим Аш Легче Восстановить Цииты И Дииты А именно Можно написать Явные Формулы Которые Я сейчас Не хочу Писать Диатрия Диатрия по диагонали. Что-то такое. Ошитое вот так вот. Ошитое. Оши плюс первое. И теперь вы должны брать от этих матриц, от таких матриц определенные определители. И дежитый выражается как маном от таких определителей. Ну и цжитый на самом деле тоже. Только выражается как некоторый квадратный корень из таких определителей. И вот эти маномы, они на самом деле, я не хочу писать их явный вид, можно их просто явно выписать, но они важны, играют роль в этой кластерной науке, как оказалось. Вот теперь... А сколько у меня? Нисколько? Нет, почему? Ну, 10 минут. 10 минут. Ага. Почему это называется момент? А вот эти ашкаты называются моменты. И как они связаны с настоящим? Или это как раз переменные действия? Это, ну, не совсем. Ну, это в функциональном анализе это часто называются моменты. А, то есть, это интегралы от каких-то... Это в теории. А, это не те моменты, эти моменты, которые в теории... Это моменты по-английски. Ага. То есть, это хк интегрировано... Да-да-да, да-да, да-да, конечно, да. Это не те, которые отображения в лагерах? Нет, это моменты в смысле распределения. Значит, теперь я хочу обсудить, как эту ситуацию можно обобщать на самом деле. Значит, что мы видели? Что фазовое пространство вот этой цепочки ТОДов образуется такими кососимметричными трехдиагональными матрицами. На самом деле, это фазовое пространство. Значит, и мы видели, как это можно описать с помощью какого-то одного формализма. Такого. Вот мы задали пласоновую структуру и задали фазовое пространство, как такое симметрические трехдиагональные матрицы. На самом деле, можно написать другой формализм, где у вас скобка... То есть, можно выбрать другую скобку пласоны и другой гамильтониан, которые будут задавать те же самые системы уравнений. И другим гамильтонианам. Значит, и эта скобка пласоны, которую мы сейчас обсудим, она на самом деле связана со структурой группы. У вас... Вы можете... Ну, матрица образует группы, да? Это невырожденная матрица, по крайней мере. Значит, пусть Г у вас группа Ли. Но это значит, что... Ну, считайте, что это просто матричная группа. И пусть у вас есть скобка пласоны на ней. Значит, если у вас есть группа, то у вас есть операция умножения, да? Значит, что такое операция умножения? Если вы берете квадрат два элемента, вы можете их перемножить и получить опять элемент группы. Значит, у вас есть такое отображение. Из G крестик G в G. Это умножение. Значит, смотрите. Здесь у вас есть скобка пласоны. И здесь на каждом слогаемом есть скобка пласоны. Но если у вас есть скобка пласоны на каждом слогаемом, то вы можете определить скобку пласоны и на произведении. На самом деле. Значит, как мы обсуждали, скобка пласоны – это что-то такое типа бивекторного поля. Бивекторное поле вы можете делать от него, как называется, пуш-форвард. Ну, прямой образ брать, да? Значит, если у вас есть вектор, вы можете его отобразить вперед. Если у вас есть два вектора, вы можете два вектора отобразить вперед. И косое произведение перевести в косое произведение. Поэтому у вас есть такое отображение вперед. Значит, определение. Скобка пуассона называется скобкой пуассона ли. Если вот это отображение М пуассонова. Это означает, что скобку пуассона на этом квадрате переводит скобку пуассона на Г. Образ, а как это связано со стандартным определением скобки пуассона и структурной константы? Ну, линейный, с линейной скобкой вы имеете в виду ли пуассона. Там есть тонкость. Это не коммутативное отношение перестановки имен. Вы, наверное, говорите про скобку ли пуассона. А я говорю... Это другое. Да, это другое. Значит, скобка ли пуассона связана со структурой ли алгебры. А со структурой группы связана скобка пуассона ли. Это их важно помнить в правильном порядке. Что значит М пуассонова? А? Что значит М пуассонова? М пуассонова это значит, что у вас есть скобка пуассона здесь и скобка пуассона здесь. И пушфорвард от этой совпадает с этой. Это определение. Мы тогда говорим, что отображение пуассона. Значит, еще замечание к вашему вопросу. Вот та структура, которую мы обсуждали перед этим. Значит, мы говорили, что цепочка Тодды у вас задана. Значит, гамильтониан это след квадрата матрицы, да? И какая-то скобка пуассона. На самом деле, та скобка пуассона, которая индуцируется вот этой стандартной скобкой на ПКУ, и эта скобка липуассона, вот ровно та, которую вы спрашивали. Гамильтониан Ну, все устали? Давайте пример посчитаем. Значит, такой заголовок. Скобка пуассона ли на СН2? То есть на матрицах 2 на 2, да? Для начала, ну, что такое матрицы 2 на 2? Это такое А, Б, С, Д. И надо теперь... Да, замечание такое, да? Если мы определим скобки пуассона между всеми, между А, Б, А, Д, А, С, то мы на самом деле знаем скобки пуассона между любыми функциями от этих А, Б, С, Д. Потому что, ну, просто по тождеству лебниц вы можете выразить все через такие скобки пуассона от этих координат. Вот. Но для начала давайте мы не такую рассмотрим матрицу, а как бы верхнюю треугольную. Верхнюю треугольную, как встроено, Т, Х какой-то, 0, Т в минус 1. Потому что у нас СЛ2. Ну, и мы что хотим? Значит, у вас двумерное пространство, которое задается Т и Х. И вы хотите что-то невырожденное. Давайте определим скобку пуассона между Т и Х как просто произведение Т и Х. Значит, у вас такая получается квадратичная скобка. То есть скобка пуассона между Т и Х какая-то квадратичная функция. А, ну, утверждение, что я хочу сказать, что эта скобка хорошо себя ведет относительно произведения. Вот давайте это посчитаем, может, и... Но она не космосимметричная. Это правильное замечание. Но мы ее сейчас сделаем. Мы определим скобку пуассона между Х и Т как минус Т и Х. Тогда она будет космосимметричной. Нет, я хочу... Это как бы... Если мы на этих зададим, то все остальные мы можем вычислить. Я это просто определяющее тождество. Вот. То есть... Вот это вот элемент так называемого Борреля. Это верхней треугольных матриц. Ну и давайте проверим вот это наше тождество, которое мы хотим. Что вот это произведение у вас пуассонного отображения сначала только для верхней треугольных матриц. То есть, во-первых, произведение двух верхних треугольных матриц, к нашему счастью, тоже верхней треугольной. Поэтому у нас есть такое отображение. И здесь мы тоже назовем его М. Вот. И здесь у нас возьмем матрицу Т1. Т1-1, Х1. А здесь вы сами догадаетесь. Т2, Т2-1, Х2. Значит, и какой результат? Если вы это перемножите, то я прям могу это сделать. Значит, получится Т1, Т2. Т1, Х2. Плюс Т2 в минус первый, Х1. А здесь Т1 минус первый, Т2 в минус первый. Ну хорошо. Значит, и что мы... Это обозначим как У. У в минус первый, В0. Значит, что мы теперь хотим проверить? Давайте возьмем скобку Пуассона между У и В в правой части. Что вы говорите? Что вы говорите? Что вы определили? Я просто перемножил две таких матрицы. И... А, значит, если мы зададим, чему равняется скобка Пуассона между Т и Х, то мы можем вычислить, чему равняется скобка Пуассона между любыми функциями от Т и Х. Просто применяю тождествули. Т и Х это вот то, что стоит вот здесь. Здесь элемент Т, здесь элемент Т в минус первый, здесь Х. Я требую этого. То есть я определяю так, но из кососимметричности следует, что скобка Пуассона между Х будет минус произведения Т и Х. Просто мы можем воспользоваться всеми свойствами и дальше ее продолжить. А, да. Ну, надо проверить, что она удовлетворяет тождеству Якове. На самом деле это некоторое... Но здесь это некоторая тривиальная такая проверка. Легко, легко проверить. Ну, хорошо, давайте считать. Значит... Посчитаем скобку Пуассона между У и В, ну, вот, функции Г, да. По определению... Значит, вот здесь вот. Ну, чему равняется скобка Пуассона между У у вас вместо Т, В у вас вместо Х? По нашему определению это равняется просто произведению, да. То есть, равняется У, В. И давайте это перепишем в терминах Т. То есть, это будет Т1, Т2 умножить на Т1, Х2 плюс Т2 инверс, Х1. А теперь мы должны это сравнить с чем? Надо взять вот эти вот выражения, вот эти два выражения, посчитать скобку Пуассона между ними, но применять выражения для скобок Пуассона здесь, вот, в Т1, Х1 и Т2, Х2. То есть, мы теперь должны сделать вот что. Посчитать скобку между Т1, Т2 и Т1, Х2 плюс Т2 минус первый, Х1. Но эту скобку посчитать в G кросс G. Ну, хорошо, какая скобка в G кросс G? Значит, все с индексами 1 коммутируется совсем с индексами 2. Просто по определению скобка Пуассона на прямом произведении. А когда индексы одинаковы, то мы используемся вот той же самой формулой. Значит, скобка Пуассона линейна у вас, поэтому это получается... Ну, давайте для практики сделаем это упражнение вместе. Как раз научимся перемножать числа. Т1, Т2, скобка с Т1, Х2 плюс Т1, Т2, скобка с Т2 минус первый, Х1. Значит, что-то сложно. Значит, да, но надо все сначала расписать. То есть, опять по правилу Лебница. Значит, получаем Т2, Х2 умножить на скобку Т1, Т1 плюс Т1 на скобку Т1, Х2 на скобку Т2, Т1. Плюс Т2 плюс Т2, а теперь наоборот. Что-то я запутался. Ну, хорошо. Давайте три точки поставим. Вот. Значит, а теперь посмотрим на это. Значит, во-первых, Т1, Т1. Что у вас получается? Ноль. Ноль, да? Потому что коссимметричность. Теперь Т2, Т1. Это что такое? Смотрите, здесь 2, индекс 2, а здесь индекс 1. Мы обсуждали, что ноль будет, да? Поэтому нулей у вас очень много. Вот. И утверждается, что вы получите как раз вот это вот выражение. И это задание на доме, поэтому, по-моему, можно кончить на сегодня. Вопросы? А, да. Сейчас. Я извиняюсь. Можно я на самом деле поторопился, да? Еще одну минуту. Значит, мы обсудили, как построить скобку Пуассона только на половине СЛ2, на верхнетреугольных матрицах. Вот. А теперь нам бы хорошо построить на всех матрицах, на 2 на 2. Но для того, чтобы это сделать, мы можем воспользоваться такой вещью, что если у вас есть матрица 2 на 2, то у вас есть... Вы можете это представить как произведение какой-то нижней треугольной матрицы на верхнетреугольную матрицу. Здесь какой-то А в минус 1, Б, С, С в минус 1, Д. И здесь у вас есть скобка Пуассона Ли. И здесь вы можете определить скобку Пуассона Ли, ну, точно так же, как здесь. Утверждение такое, что если вы возьмете вот эти скобку Пуассона на произведение, то можно индуцировать скобку Пуассона здесь. И просто в координатах то, что вы получите, будет такая... Давайте я выпишу еще 6 формул. И на этом точно завершим. З1-1, З1-2, это З1-1, З1-2, это З1-1, З2-1, З1-1, З2-2. З1-2, это равняется 2, З1-1, З1-2, З1-2, З1-1 равняется 0. И дальше З1-1-2, З2-2 равняется З1-2, З2-2. И последнее, З2-1, З2-2 равняется З2-1, З2-2. Значит, эта скобка устроена так, что почти всегда у вас получается либо 0, либо произведение того что вы здесь коммутируете но иногда нет вот вот здесь вот у вас удивительным образом не получается произведение ну все теперь можно точно спасибо